Слово «Россия» будет звучало в референции. Этот настрой, несмотря на то, что там хуже ситуация для единого государства, чем в России, потому что все-таки в России Путин использует административный ресурс, и как бы, знаете, вот как нам говорят все время, вот мы голосовали за Путина, и теперь пусть он сделает нам все красиво. А мы говорим, что вы за Путина-то голосовали, но за суверенитет не голосовали. Так вот, Путин свое влияние на людей использует для того, чтобы продавить единое союзное государство, фактически. Но это влияние. Но все равно ему надо это фиксировать референдумом, понимаете? То есть по любому без референдума это невозможно. И он, собственно, вот это продвигает и его готовит. Ну и еще раз говорю, я думаю, Лукашенко-то, может быть, он и додавит. Тем более, Лукашенко говорил о едином отечестве. И он год назад сегодня же говорил, что для меня отечество это Россия. Ну да, он много чего говорил, конечно. Ну а мы-то это помним? Да, мы это помним. Ну он в Сочи сказал, что мы готовы уходить завтра объединиться, желание народа важное. Вот, только вот, а Макий говорит с народом неудобнен. Понимаете? Значит, соответственно, борьба идет за народ. Соответственно, борьба идет, проводить ли в Беларуси референдум или нет. Я же сразу говорю профессиональным языком. То есть обсуждаться будет на богомоле на Валааме не вообще единое государство, оно уже есть. А обсуждаться будет, проводить ли в Беларуси референдуме, чтобы зафиксировать статус этого государства, как обязательный для белорусского конституции и парламента. Потому что Путин-то за Россию-то понятно. Он исходит из того, что НОД поработал и удастся этот референдум провести. А Беларуси, борьба идет, да именно чтобы референдум... Эта борьба, кстати, напоминает борьбу за референдум 91-го года. Когда было 6 предложений Верховного Совета, какой вопрос на референдуме задать народам СССР. И в конце концов, и там был вопрос, за вы или против сохранения Советского Союза. Но этот вопрос не поставили на голосование. То есть была борьба на уровне продажных элит, даже в числе депутатов, Съезда народных депутатов СССР, и они, по сути, обманывали народ формулировками. Вот и сейчас идет. Просто взять и спросить у жителей Беларуси, вы за единое государство или нет? Все просто и понятно. А задача Макея и пятой колонны там, избежать этих вопросов. Замутить. Замутить, да, как-то по-другому. Илья Алексеевич, ну вот сказали, как соратники, что там большинство за объединение. В принципе, как и в России, да? Да, ему надо задать вопрос еще. То есть борьба идет за вопрос, за то, чтобы получить право спросить у людей. Но даже те, кто, допустим, может высказаться, что я не за объединение, они, ну на самом деле, большинство за объединение. Просто некоторые не верят, как и в России. Ну, мы хотим объединение, но мы в это не верим, поэтому не будем. Так, секундочку. Будет бы лететь, иди и поставь галочку. Будешь в меньшинстве, значит, будешь в меньшинстве. И что-то двери-то. И это как раз обойдем. Эта проблема обойдется. Главное попасть в галочку. Попасть на референдум. То есть борьба идет за право референдума. И в России, заметьте, и на Украине, и в Беларуси. То есть за сам факт референдума идет борьба. То есть Беларусь идет по пути возвращения Крыма? Беларусь идет по пути международного права. По восстановлению единого отечества. Которое у нас есть, но которое надо довести до логического конца прописанного в договоре 25 лет назад. Собственно, об этом Путин все время и говорит. Он же сказал, что нам не надо создавать интеграцию. У нас уже есть государство. Нам надо просто это государство запустить. Запустить. Все. А это и есть государство СССР. И претензия на международное право получит не Россия, которая, конечно, является правоприемником Советского Союза, но все-таки у которой недостаточно, грубо говоря, легитимности этой правоприемственности. Мы же это понимаем. Вот правоприемником Советского Союза будет союзное государство после референдума. Вот оно скажет, я. У него же будет свой Верховный суд. Так-то. Понимаете? Я там назвал только рубли, армию депутатов. Законоза, 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 парламент. Путин же сам. Это не я, это Путин сказал. Но понятно, что если будет парламент, единая валюта и единое правительство, единая конституция, то естественно будет и Верховный суд общий, который будет вышестоящим по отношению к российскому. А сегодня российский суд, большестоящий для него суд, это Брюссель, и американцы раскидали Стокгольм, Гага и так далее. То есть над нашим судом несколько судов, и они все там. А тут будет один суд, и он будет, грубо говоря, в Смоленске. Евгений Алексеевич, в сетях ходит текст якобы того соглашения, той единой конституции, которая будет вместе, соответственно, нашего единого государства. И там по тексту похоже, что это какой-то старый текст. Там прямо идет опора на международные нормы и принципы, что подчинение именно им и так далее. И вот этот текст выдает за действительность. Представьте, что вам сказали, напишите устав новой организации. Что вы сделаете? Возьмете старый устав и исправите. Вот это так и есть. Какой текст, не знаем, мало того, его нету. Официально говорит Орешкин, Набиулина, при всем при том, что переговоры идут. По главным вопросам на 90% уже договорились. До этого за месяц договорились на 75%. Помните? Да. Какой новый текст, если еще не договорились? Так эти 10% самое главное. Понятно же. Как раз, наверное, 15-4-13-2 там обсуждается. Вот и не договорились, конечно. Да, верно. Но в тексте нет, есть старый текст на сайте Союзного государства, там реально есть текст. Да. Ну, он ущербит. После этого было сказано, 75% договорились, а 25% еще нет. Да, вот, Евгений, все еще, что хотелось бы по поездке отметить. Вот мы же 23 февраля ездили в Сталинград, там оттуда объявили о сборе решения подписи. И вот та энергетика, которая была там, вот, в Сталинграде, вот, мы были на Мамайом Кургане, соответственно, были в музее Сталина. И вот такая же энергетика, она вот была в Брестской крепости, вот. Да, 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 конечно. Потому что вы сакральные точки Советского Союза посещаете, конечно. То есть, вот, энергетика та же, просто вот это чувствуется. Да, идет восстановление. Идет восстановление, сакральное. Идет восстановление, сакральное, это точно. По нашим опросам, 99% высказались за, прям вот, там, у Брестского вечного огня, люди подписывались. Мы как раз давали прямую трансляцию, там были прохожие, гуляющие, и там прям сразу, значит, подписывать. Поверите, я уверен, что если в Киеве провести референдум, там будет 95%. Да, и вот интересный момент, мы посетили, значит, музей, там в Брестской крепости есть. И, соответственно... Ну, да, что вам сказать? То же, что оказывается, старший брат Шевронадзе, который вот участвовал в ликвидации Советского Союза, погиб, обороняя Брестскую крепость. А Порошенко присягу давал Советскому Союзу. То есть, один из братьев был герой, а у Зеленского второй предатель. А у Зеленского отец, и он его чтит. И, между прочим, вот эти вещи важны. Вот важны они, смотри, Зеленский, накануне выборов, когда на Украине запрещен праздник 9 мая, 9 мая в запрещенный день, как праздник, поехал к своему деду, на могилу, одет герой Великой Отечественной войны. Понимаете? Минометчик. Ну, 9 мая поминает войны православные. Он правильно сделал? Он поехал. А нет, это мы понимаем это. А на Украине 9 запрещено, там день Победы 8-го. То есть, он в нужный день поехал. И он там, то есть, я исхожу из того, что Зеленский, и Путин правильно говорит, он еще ничего не сделал. Понимаете? Он еще ничего не сделал. Мы будем оценивать его по поступкам. Поступков его не было. То, что там все время Твиттер что-то пишет, это все-таки не поступки. Это там есть, кому написать. Понимаете? То есть, вообще, возможность Зеленского существует. Фактически, он либо будет с нами и будет героем восстановления Отечества. А то, что он там что-то в Твиттере написал, тогда забудут. Ну, что там написал когда-то, да? Либо он будет с нашими врагами. Он выбор еще не сделал. За него этот выбор там пытается Коломойский продвигать, еще кто-то. Но он выбор Зеленский еще не совершил. Он тренируется. Ну, совершил, значит... При встрече с Путиным. Когда встретился с Владимиром Владимировичем. И вот, еще хотел немножко осветить вот эти вторые европейские игры. Как мы уже ранее с вами говорили, планировалось, по крайней мере, там, хотели что-то организовать. Так, вроде завтра будет Владимир Владимирович там. Да, ну, они же уже начались с 21-го. Ну, вы же понимаете, что там на этих играх. Главное, встречи. А встречи, насколько понимаю, Путин с Японии... Сейчас вот интервью дал сегодня утром. Ночью дал. И вот уже в Минск. И вот... Другая сторона шарика, да? Ну, да. Каждый день на связи с Кошенко. Да, каждый день, еще и в личном общении. И сейчас еще и на Богомольне пойдут вместе. И еще с Ауруса вместе летит. Ну, Ауруса летит в другой машине, в самолете. Да, вот он вместе туда и летит. И он летит именно потому, что это самый важный вопрос. То есть он уперся именно в этот вопрос, как главный. Соответственно, чего он так торопится-то? Вот 8 сентября, понимаете? Так вот же, вот мы понимаем, что 8 сентября будет что-то происходить. Но пока решается, как это все будет выстраиваться. Если мы каждый месяц по 3 раза будем ездить в Беларусь. Да, будет. Кстати, единственный, кто задает идеологию единого государства, ездит в Беларусь, в том числе это Нот. А до этого, я помню, Нот единственный, кто проехал по проспекту независимости с портретом Путина и лозунгами единого государства. За что там даже кто-то на нас обиделся и писал какие-то кляузы. Было такое? Это и Каевский кауз. Понятное дело. Ну, американский посол, что, ну, виделось из окошка и перепугался. Начал кляву записать. Там из епархии еще писали. А мне очень нравится, как Индия 200 лет назад смело договориться, люди договорились между собой и вышли из колониального статуса. Вышли? Не имея интернета, не имея... Ничего они не вышли. Поменялись статус колониего, сталина и русского народа. А в 60-е годы, послушайте, в 60-е годы вышла из колониального статуса. В 60-е годы, нет, в 60-е годы прошлого века Индия при поддержке Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. А знаете, как волк-волк-волк. А тогда интернета не было? Волк-волк-волк. Поэтому англичане с американцами такие же враги, как, ну, грубо говоря, как американцы считают нас. Поэтому именно тогда Индия и вышла. С помощью вооруженных сил и ядерного комплекса Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, как политического фактора. И договоренности между людьми. Ну, люди всегда хотели быть свободными, независимыми. Нет, они отказались от посылки товаров английских. Да, так вот, по вторым европейским. Значит, мало того, я просмотрел сайт президента Беларуси. 20 мая он издал указ номер 191 о дополнительных мерах безопасности во время проведения. Вот о том, что мы говорили, что, значит, 6 дополнительных пунктов, там Сёмина, мастерская Байру, вот он готовил эти... Да, бузу. Говорящий голову. И из людей, которые работают в сфере журналистики. И учатся там. То есть Александр Григорьевич пишет указ, а указ, как вы знаете, там является... Валерий Сергей, разорвали вы на куски. Валерий Сергей, разорвали вы на куски. Валерий Сергей, разорвали вы на куски. Все просто. Это вы говорите о чем? Это мы говорим о том, что можно как-то выживать в условии колониальной зависимости. И ему на пальцах объяснили вот все эти здравейшие люди. Друзья, это идет там интервью с Евгением Алексеевичем, а здесь в главном зале, в помещении центрального штаба, младшие братья Евгения Алексеевича добивают сопротивляющегося ненавильщика. Навольненка. Нет, мужчина взрослый, ненавольненок, ненавидящего Путина, скажем так, по идеологическим соображениям. И пока наша малая артиллерия добивает его, вот уже результаты этого. Вот я вам покажу. Татьяна и Станислав из Питера, Танюшка наша известна вам. Они добивают парня. Вот такие тренинги живут. Как мне интересны тезисы, на которые отвечал вот данный товарищ. Заходите на страницу в Одноклассника коллега Гангуряна, она сейчас там есть. Трансляция, да. Да, трансляция велась, можете посмотреть. Я вел на свою трансляцию в Одноклассниках. Враги периодически останавливали, но можно было понять. Все, на этом спасибо, благодарю за внимание. Вот такая, друзья, у нас сегодня живой день. И чуть попозже мы выйдем в эфир с новостями и итогами дня вместе с нашими питерскими параметиками. И мы надеемся, что...